Разработчики Ethereum через смарт-контракт под названием EntryPoint активировали стандарт ERC-4337, который реализует концепцию абстракции учётной записи. Специалист по безопасности в Ethereum Foundation сообщил в CoinTelegraph, что решение прошло аудит в OpenZeppelin. Протокол совместим со всеми EVM-сетями вроде Polygon, Optimism, Arbitrum, BNB Smart Chain, Avalanche и Genosys Chain. ERC-4337 позволяет превращать кошельки пользователей в учётные записи смарт-контрактов, чтобы сделать адреса Ethereum более удобными и исключить ключевой человеческий фактор – потерю ключей. Абстракция учётной записи также даёт возможность хранить данные в стандартном модуле безопасности смартфона, превращая его в аппаратный кошелёк. При этом любой пользователь может использовать двухфакторную защиту, подтверждение транзакции биометрическими данными, установку лимитов расходования средств, реализацию мультиподписи, программную настройку восстановления доступа через группу доверенных лиц, типа стороннего сервиса и многие другие опции. Это представляет вам те же функции, что и банк, без необходимости доверять. Предполагается, что реализация абстракции аккаунтов способствует массивному принятию криптовалют, делая их использование более удобным и понятным. Платформа для управления цифровыми активами Safe выпустила комплект для разработки программного обеспечения SDK, который призван улучшить опыт взаимодействия с криптокошельками. Разработка под названием SafeCore позволит использовать абстракцию учётной записи в качестве альтернативы традиционным криптокошелькам с закрытым и открытым ключом. Абстракция учётных записей – это метод настройки блокчейн-сети, при котором активы пользователей хранятся исключительно в смарт-контрактах, а не во внешних учётных записях. При использовании этого подхода криптокошелёк превращается в уникальный смарт-контракт, который можно программировать для различных целей. Абстракция учётной записи является ключом к привлечению миллионов новых пользователей. Она призвана сделать использование веб-3 таким же удобным, как и веб-2. Не стоит ждать массированных продаж эфириум после Шанхая. 60% задействованных в стейкинге эфириум-монет – это 10 миллионов – убыточны. Эксперты отметили, что условием для активных продаж, как правило, является наличие экстремальной прибыли. Предстоящее обновление откроет пользователям возможность выводить эфириум из депозитного контракта Beacon Chain и предлагает ряд улучшений системы. На момент записи этого видео заблокировано более 13% доступного предложения эфириум. Эксперты также отметили, что в прошлом не наблюдалось значительных событий в контексте фиксации прибыли. Технические аналитики CoinTelegraph не исключили коррекцию в 25% после хардфорка Шанхай. Они указали на безуспешное с августа 2022 года попытки цены эфириум преодолеть сопротивление в диапазоне 1650-1700 долларов. Сохранение статус-кво приведет к сильному откату к общей линии поддержки. Многомесячно восходящей линии тренды она выделена черным цветом. Она располагается вблизи 1250 долларов, что на 25% ниже текущих уровней. Прорывы зоны в 1650-1700 откроют путь к 2000 долларов, выделена фиолетовым цветом. Также аналитики указали на снижение вероятности продаж на фоне сокращения биржевых балансов эфириум. В настоящее время платформы аккумулировали 11% предложения. Это минимум за 5 лет. В сентябре 2022 года показатель составлял 30%. Эксперты отметили, что это указывает на потенциальное снижение давления продаж. Поддержанная 16Z и Sequoia Capital платформа IronFish запустит основной сеть 14 марта 2023 года, в неофициальный праздник числа ПИ. Команда также проведет Airdrop 940 тысяч токенов Iron среди пользователей Тестнета, которые завершат процедуры KYC. Проект разрабатывает блокчейн первого уровня для обеспечения приватности пользователей Web3 с использованием технологии интерпирабельности и доказательства с нулевым разглашением за Коснарк. Наша цель – стать платформой конфиденциальности для криптоиндустрии, даже для активов в других сетях, с поддержкой для пользовательских средств и совместимости с кросс-чейн-мастами. Согласно команде, за время работы трех тестовых сетей в них совершено более 50 миллионов транзакций. Количество нот на пике превышало 60 тысяч. После запуска Майонета в нем будут доступны все опции платформы вроде проведения транзакций, запуска нот, майнинга, создания и сжигания приватных пользовательских активов. Проект Polygon запустил сервис для идентификации в Web3 пространстве под названием Polygon ID. Инструмент позволит блокчейн-приложениям проверять данные пользователя без раскрытия их личной информации. Сервис использует доказательства с нулевым разглашением, что позволяет ему подтверждать учетные записи, оставляя их зашифрованными для проверяющей стороны. Polygon ID обеспечивает соответствующие требования как для Web2.0, так и для Web3, которые позволяют укрепить систему регулирования за счет проверок KYC. Возможность повторного использования и самостоятельная природа учетных записей также снижает стоимость, время и сложность при регистрации и проверке пользователей. Блокчейн-платформа уже выпустила набор инструментов для разработчиков. Также команда Polygon интегрирует разработку в будущее решение для масштабирования сети Ethereum, ZK-EVM, бета-версия которого будет запущена 27 марта.